Вам необходимо получить местные права. В данный момент это, если рассматривать штат Флорида, Майами, соответственно, данного штата права получаете достаточно быстро все это проходит. Вы можете за один день все это сделать, пройти тесты, там где-то в районе часа очередь просидите и на русском языке сдадите билеты за компьютером. Нельзя более, по-моему, десяти раз ошибиться. Десятый раз, по-моему, уже все, не сдал. Билеты достаточно, ну, не такие уж сложные. Можно один-два почитать их, запомнить. Есть, конечно, каверзные вопросы, но, как бы, поразмыслив, вы поймете, какой ответ стоит дать. Достаточно много времени дается для ответа на данные тесты, поэтому прямо уж сильно спешить голопом не надо. По-моему, я уже не помню, сколько точно времени, но вроде в районе около часа даже. Вот. Вопросов, по-моему, сорок семь или пятьдесят, насколько я помню, могу ошибаться. После этого, если вы сразу сдали тест, сразу показывает, что вы все прошли, все отлично. Подходите опять к сотруднику, говорите, что вы сдали. И если время позволит, там в среднем до пяти часов они работают, вот эти инструкторы, которые принимают у вас вождение, могут сразу и принять. Ну, это вам нужно просто пораньше приходить, чтобы удастся сдать и сразу успеть пройти вождение. Ну, где-то еще посидите часок, вас пригласят на сдачу вождения с инструктором. Ну, для этого вам нужно приехать на машине, в которую, или бы там же отдавать в этом DMV, и, соответственно, пройти у них вот это вождение с инструктором, который будет сидеть на пассажирском сиденье, и говорить вам налево, направо, назад, едь в гараж, развернись в три захода в узком месте. То есть достаточно такие простые. Это все сдается, наверное, в течение пяти-семи минут, и все. И потом ожидаете ответа, где-то минут десять ждете, и она вам говорит, вы сдали, не сдали. По правам, там, получается, оплата в среднем мне вышла, насколько я помню, 69-68 долларов. Это тесты плюс сами права. Права, соответственно, выдаются на срок действия визы, то есть вашего первого въезда, грубо говоря, там полгода. На полгода они, соответственно, выдаются, и там так и пишутся временные. То есть момент окончания вашего вот этого первого официального визита, они закончатся. Надо будет их потом продлевать, так же, если вы будете менять статус, либо, ну, там, оставаться по какой-то причине, имею в виду. Соответственно, их так же надо будет продлевать эти права. Вот. То есть для лифта вы предоставляете свои эти права местные, потом фотографируете страховку на данный автомобиль. Страховка должна обязательно быть, в ней должна быть указана именно фамилия ваша. Если этого нет, то они вас, ну, не примут вашу фотографию этой страховки. И, соответственно, регистрация данного автомобиля. Тоже фотография. То есть не надо уехать в офис, все, заходите на сайт лифта. При оформлении, то есть когда аккаунт у вас на вас заведен, когда добавляете машину, они требуют прислать копию регистрации, фотографию, страховки. Все это вносите. Они проверяют в течение 20 минут буквально. Они вам дают одобрение. Ну, может быть, там час-два, может, растянется. Но у меня, когда машины добавляю, они всегда от разного срока. Вот бывает час-два, бывает в течение 15 минут. Toyota Prius я добавил, а на 10-го года почему-то очень быстро приняли. Вот. Ну и все. И, в принципе, начинаете работать. Единственный момент, что вы можете работать, да. Но вам нужно потом эти деньги, которые вам на аккаунт поступают, на ваш счет их надо будет себе перевести на карточку. Для этого вам необходимо будет оформить корпоративный счет или бизнес-счет, открыть на себя компанию сначала.